Здравствуйте, я обращаюсь сейчас ко всем. Я хочу обратить всеобщее внимание к такому невообразимому изменению для современного мира, как преследованию политическим мотивом. На сегодняшний день в Казахстане более 27 человек преследуют по политическим мотивам. И это люди, которые преследуют и заключаются перенос за собственное мнение, за то, что они освещают острые политические и социальные проблемы, а также для людей, которые преследуют по политическим мотивам. В первую очередь я хотела бы передать релисту Алубу Фабру. Вы пишите, пожалуйста. Пойдите, следует. Делается по многим проблемам. Просто на себе вопрос, не предъявляйте. Но самое жесткое это уголовное уследование. Уголовное уследование тоже разлиняется в большие части. Когда приписывают партическому уголовные дела, чисто уголовные. Это вот, допустим, Омар у нас за 4 тысячи недостаточили КСК, начали вены расплатили, там он ее, либо вот так, Жакишев. Вообще непонятно за что. А есть такая часть категории, в том дел, о котором считает большинство наших государственных активистов. Это связанное с разжиганием различных видов розни, в том числе тех, кто преследует за связь с ДВК. Это фактически, преследуют по 405 статье Уголовного кодекса, это фактически, опять, это фактически за разжигание социальной розни. Потому что ДВК признана экстремистской организацией именно за разжигание социальной розни. Если никакого там разжигания социальной розни нет, и никто просто признает экстремизм, они признают за лентарную критику органам власти. Во всех государствах, которые вообще приняли, в нашем городе, в нашем городе, разрешено критиковать. Таким образом, что я хотел сказать, важнейшая составляющая инструмента политического преследования, это разжигание социальной розни. Когда уничтожили Советского Союза, сами конституцию гриза, это разжигание социальной розни. В реальность, когда будет расслоение народа, есть различное положение, что Богу пригодит, и можно туда абсолютно. Нигде в мире не запрещает разжигание социальной розни. Нигде. Международные права тоже не предусматривают разжигание социальной розни. Это ну-хау Казахстана, мы лишь с нами, наши садики в СНГ, потому что ситуация в этом особенностей. Это вот, я считаю, что надо всеми вращать на это внимание, отменять запрет на разжигание социальной розни. Есть у нас политические заключенные, это Серегжан Белаш за национальную рознь, например, да? Вот возьмем его, случай. Он боролся за права казахов, живущих в Китае. Естественно, он предъявлял претензии к государству Китая. Он к государству. Фактически, почему на него возбудили, почему начали преследовать? Потому что начали с отношения между государством, это политические отношения. И решили его преследовать именно политическим материалом, потому что это отношения между государством, политикой, междунациональной рознь, здесь даже не было. Любое государство, где бы ни жили казахи, хоть в Америке, хоть в Америке, в Америке, в разных местах, в национальном рознице, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке. Нет, конечно, глупость первостатейная. Теперь я бы хотел сказать о источнике, о том мотиве, по которому последует большую часть, особенно многодетных матерей, с грудными, ни на руках, и вообще, это за связь ДВК. А вот дело по ДВК и ДЖАКИ, что самые тайные, самые непонятные уголовные дела, дело ДЖАКИ, что секретные, официальные. А дело ДВК, фактически, официальное даже решение не публиковали. Только я каким-то образом не удалось это обжаловать. Пытался обжаловать дело ДВК, поэтому я все-таки ознакомился с делом решения. Но там тайна. И поскольку я ознакомился с делом ДВК, то там есть заключение эксперта, который сделал заключение, что разжигается социальная рознь. Формулировка такая, в итоге, из-за чего разжигается? Из-за того, что армировался негативный образ власти. Вот я буквально процитировал эти слова из завершения суда, из материального дела. Это критика. А где, когда у нас критика разрешена? Закон о порядке рассмотрения обращений в гражданах разрешен. Я бы еще поставил внимание. У нас политические заключения – это следование за мнение, за мысль, за убеждение. Их осуждают на основании экспертиз. То есть сидит эксперт и в словах выговаривает. А если здесь разжигают социальные розни? Извините. Слово «разжигание социальной розни» означает, что где-то у людей в мозгу возникли та или иная нервность. У людей не у этого эксперта. Но никто в делах политических не выясняет, а какое мнение возникло от действий, допустим, того же Серегжан Билаши? Возникла ли какая-то ненависть китайцам? Или у китайцев казахов? Это никто не выясняет. Сидит один и он с пальцем засасывает. Заключение о том, что было разжигание той иной розни. Спасибо. Спасибо вам, Антон Семенович. Теперь я хочу предоставить слово на звуку Серегжан. Серегжан. Это Серегжахин. Он является активистом, гражданским активистом. Живет в городе Астана. 7 июня его вызвалили в тюрьму. У него была уголовная статья «Участие в экстремистской организации ДОК». Выдворили его по той причине, что он критиковал власть, делал репосты, высказывал свое мнение публично. И это всегда, и как он не причастен к ДВК. Ему 62 года. Он был в реке не очень сильной головной воли. У него недавно мама умерла. И власти не отпустили его проводить свою маму в последний путь. И вот мы требуем освобождения. Серегжахин. Спасибо. Ахмарал Керимбаева в городе Астана. Человек, который сейчас находится уже с 7 июня на домашнем аресте. Два месяца. 7 июня у нее провели обыск, и сотрудники правоохранительных органов искали у нее наши государственные символы. Башки, которые каким-то теперь образом стали символом экстремизма. И только из-за того, что эта женщина имеет смелость честно, открыто выражать свое активное мнение, скажем так, и человек, который болеет за страну, на первую очередь своей страны оказалась просто яркой экстремистой. Да, 445-я скотина. Вторая часть. И сейчас власть не интересует то, что это прямо одиночка, что у нее трое-пяти, безвестные шамбитники. То, что сейчас нужно, естественно, как она может сидеть дома, заработать семена, принимать имидуальные, и ребенка нужно обучить платное, естественно, там, аренда бутика, это все платное, авиа, квартиры, это же никого не интересует. Мы только ищем среди обученных законопослушных женщин мнимых каких-то фейковых экстремистов. Поэтому, конечно же, мы требуем немедленно освободить, не продлевать с какими-то непонятными мнимыми экспертизами, а освободить Ахмарал Керимбаеву 7 августа. И мы просто не хотим жить в стране третьего мира из-за права больных людей. Это Гульмира Каулькова. Гражданский активист, человек, который тоже выражал активно свою гражданскую позицию. Сидит уже два месяца под домашним арестом. 7 июня тоже у нее был обыск, искали государственные символы нашей флаги. У нее сначала ВВС закрыли, потом состоялся суд закрытый и выдворились им в СИЗО. Ой, то есть домашний арест. Сейчас она уже два месяца находится под домашним арестом. Гульмира человек очень такой активной гражданской позиции, патриот своей страны, который борется за справедливость, за честность, за социальную приезд в обществе. И вот уже два месяца она сидит, у нее и здоровье, тоже гипертонический приз, недавно был. Находится под домашним арестом. 7 июня заканчивается срок домашнего ареста, и мы ее требуем, чтобы ее освободили. Спасибо вам. Жанна Рокеш. Жанна Рокеш. Хайр Ламарко сидит уже на сегодняшний день 11 месяцев. Сизу 16 октября. Дело было возбуждено 8 июня. Он является гражданским активистом. Он работал в комиссии по земельной реформе. Это новый земельный кодекс. Там часть вопросов от этой группы. Представим, Бабли там работал в этой группе. Бабли там работал в комиссии по земельной реформе. производительных работ и соответствует за данные деньги. Второй момент, который она сказала в заявлении, это то, что в собранных этажах живут построенные люди и без ее разрешения. И деньги, возможно, идут Хайр Ламарко в карман. Значит, было вставлено следователем Нуркана, отдел БАА о расследовании особо опасных преступлений против личности. Там целая группа этой группы пишет. Рапорт и получает поручение от начальника следственного управления департамента полиции Астаны. Значит, по статье 195, часть 1, это нанесение имущественного ущерба без признаковещения. Ну, надо отметить, что состав уголовного проступка, это не правонарушение. Проступка составляет ущерб. Вот самого ущерба не было. Он так и не был установлен. Значит, 4 тысячи – это голословно, как сама Козыбакова утверждает, она этим выяснить, куда они деньги. По своей малозначительности вообще это не считается правонарушением. Это статья 10 УПК. Тем не менее, значит, дело было начато и причем с нарушением последственности. 195-я часть 1, так полагает, расследование протокольной формы, которая производит участковый. Участковый срок расследования месяца, значит, суд – 15 дней. Материалы протокольного расследования являются основанием рассмотрения судебных и говорительных последствий лекарства. Тем не менее, значит, районарушение, он имеет статус свидетельства правонарушения, свидетельства правонарушения, это лицо, которое, возможно, имело участие в каком-то правонарушении, но не вынесено постановлением в отношении его о подозревании. Так вот, это дело, значит, из месяца в месяц переносилось. Статья 45-я в связи с неустановлением подозреваемого лица. И несмотря на это, значит, в аптеке февраля следователь Муркана принимает постановление о проведении аудита, о проведении аудита силами аудитерской компании ДОМУ. Значит, согласно закону, в аудитерской деятельности аудиторы должны начать работу с момента заключения договора, но они начинают эту работу. То есть, не проведен, не заключен договор, не проведен конкурс на государственной закупке. Тут масса нарушений. Договор заключают через почти 4 месяца, 16 мая. Извините, пожалуйста, вопрос, можно? Скажите, пожалуйста, вот вы уже сейчас в рейсме в адресах, в речении отчаяния, вот и до этого. А сегодня вы что, как бы, просто повторяйте линии, что вы хотите заниматься? Нет, вы вчера сказали очень мало, я учу в разогревании в Минске. Значит, вы смотрите, закон назначен аудит. По договору он был и по постановлению. Провели отчет по фактическим данным. Понимаете? То есть, этим они объясняют недостаточное количество документов. Документов их хватает по расходной части. А вот сейчас было названо и экспертизмом. Отчет по фактическим данным. То есть, они не соответствуют тем названиям, то, что требовалось. В основе обвинения, в основе обвинения лежит аудит, лежит экспертизм и 12 человек потерпевших. И вот потерпевшие, вот у меня список, из этих 12 человек только один человек, Маклубекова, является собственником. Что такое собственник? В законах жилищных отношений только собственник имеет право голоса в управлении кандемии. Понимаете? Верка, спасибо вам большое. То есть, оно варится. Да, что вы нас ознакомили с этим делом более подробно. А теперь я хотела бы передать слово Буртиши. 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 Казахстанский бизнесмен, бывший параллоказром пром, буру уранового рынка, признанным в этом мире нашим праведливым судом осужден на 14 лет решения свободы. На сегодняшний день он уже был 10 лет и 2 месяца. За эти годы он потерял свое здоровье. На сегодняшний день он является инвалидом третьей группы. Он переменял несколько инсультов. Он переменял попытки избегать в местах решения свободы. И в году 4-го юня был суд по ходу Буртиши. Буртиши. освобождение. Хотя врачи серьезно не могут никакой гарантии давать за его жизнь. Суд на гуманное отказал. указал только по причине того, что правил что он не извините мне кажется он не один смысл приняем. 10 лет лишения свободы лишили его здоровья. Он не веркался в детстве. В прошлом году у него умерла мама. Его даже не пустили на похороны. И на сегодняшний день Мухтар Джакишев в день принимает 47 таблеток для того, чтобы поддерживать жизнь. Я считаю, что это очень жестоко со стороны наших властей. Мы готовы на свободу Мухтар Джакишева. Мы готовы об этом говорить каждый день и кричать на каждом углу. Я хочу сказать, что мы все, все казахстанцы должны встать в защиту наших политзаключенных. Спасибо. Спасибо. Я хотела бы, чтобы вы говорили и 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 ... Из-за того, что в Казахстане не представляет, что в Казахстане не представляет уже. Продолжение следует... Это был фабрик, Андрей Сергеевич. Спасибо, я вы просите, здесь 15 секунд. Все эти уголовные последования по политическому мотивам делают судьи. И это им дается по одной причине, что у нас нет правосудия. Его нет. Поэтому мы будем нарисовать любые отказательства и написать в решение. Я только одну глупость пишу. В 2010 году Александр Масли возбудил в уголовных делах. Следовательно, если прокуроры отказывали, мы подали жалобу в суд на следовательный прокурор. Что пишет судья? На основании вышесказанного суд решил отказать удовлетворению его жалоба. И таких у меня примеров два-три вот таких глупостей. Это наше правосудие. Наше ужасное правосудие, в котором нет никакой справедливости. К сожалению, каждый день видим, что говорят наши судьи. Уже настолько потеряли какую-либо веру в справедливость, что уже даже не охота идти на эту апелляцию в Верховный суд. Искать где-то справедливость, так как ее уже нет. Так, но сегодняшняя тема нашей конференции совершенно другая. Людей, которые никого не убили, никого не попалищили, не обворовали. И сейчас в суде это также привлекают к всевозможным лишениям. Офель суда и предъявляют реальность фюрм особо опасных людей. То есть людей преследуют просто за собственное мнение, за критику власти, освещение событий, которые остро социальные и также почти значимые. В настоящее время это страшная дикость, которая не соответствует демократическому строю. И я действительно, почему сегодня произошла эта конференция, я хотела обратить внимание всех на этих шестерых людей. Сердце болит, душа плачет. Порядочные люди, порядочные люди. Люди, которые имеют свою твердую гражданскую позицию. Это люди, которые хотят жить в демократическом, честном, справедливом Казахстане. Мы должны гордиться этими людьми. И мы должны их беречь. И я требую свободы для каждого из тех, чем при этом вы видите здесь. Свободу в основном. А еще мы бы хотели сказать, что на данный момент на всех активистов идет давление. Нас все преследуют. Нам угрожают. Угрожают родственникам нашим. Устраивают за нами слежки. Некто. Некто находит на работу работодателям. У Алии есть конкретный генеральный бюджет. Моя любимая ситуация. Ее родственникам звонят и выражают. Но если не практически 50 лет, то какой смысл следователю какому-то Данияру звонить моим родным, живущим в другом городе, и якобы говорить, что я не открываю дверь, и они не могут мне вручить поместку. Во-первых, эта родственница живет в другом городе. Во-вторых, уже после 7 июня, практически после обыска, у меня, можно сказать, распахнуты двери для сотрудников проводительных органов. Никто ко мне не стучался, дверь повестку не приносил. Понятно, что это были тонкие наметки, старые обычные методы работы определенных структур. Мы все это прекрасно знаем, и поэтому, пожалуйста, сделайте выводы, я не знаю, работайте грамотно и профессионально, а не так, как вы работаете. Звонки Данияра, потом оказывается, что на самом деле какой-то джигер-бум. Если вы хотите отец вот этого джигер-бума, хотите что-то выяснить, звоните мне. Дайте ко мне домой, вы прекрасно знаете мой адрес, и причем здесь в том случае родственники. А может быть, они решили, что вам многое нового вопроса, справедливости, и может быть, вашим родственникам надо сказать о вашей детстве, чтобы они присоединились к вам? Нет, ну я не знаю, наверное, разная может быть тематика, но на самом деле, если мы говорим сейчас, министр МВД уповает на то, чтобы наши сотрудники правоохранительных органов работали грамотно и профессионально, да, и выполняли свои прямые обязанности, так, пожалуйста, этим не занимайтесь. И еще, в дополнение, я хотела бы действительно потребовать, вот у нас есть начальник отдела ДВД по охране. А вот это Геевич Шляшев, возможно, он меня помнит еще по прошлому году, обыск у нас был 7 июня, экспертизу наших своих гаджетов, телефонов, ноутбуков, мы должны по закону провести в течение месяца, то есть мы должны были это все получить уже 7 июля, сегодня уже идет второй месяц, поэтому мы просто требуем по закону, как вас обучают ваши руководства, министр МВД, выполняйте свои прямые обязанности, даже если вы очень-очень заняты, проведите экспертизу в положенном по закону месяц и верните, в конце концов, нам наши все гаджеты. Не надо запугивать, как говорится, трогать наших родственников, потому что у нас у каждого есть свое позиция, свое понимание, и это не значит, что я еще раз подчеркну, человеку, которому уже 50 лет, вы что, полагаете, что кто-то на меня из родных будет оказывать влияние? Я уже достаточно большая девочка и могу сама делать выбор и принимать решение за свою жизнь, как я буду жить сама. Спасибо. 18 лет. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь, что эта конкуренция поможет правозащитникам, которые вы видите на портретах, получить справедливое... Спасибо. Бостандык? Бостандык. Все, я завершаю. Всем спасибо за внимание.